Коллеги, всем привет! Сегодня объясню ученику, заодно покажу и вам, что такое правильный порядок обезжиривания. Именно порядок обезжиривания от и до. Почему? Какие материалы? Почему именно они? Я не просто так разложу тут салфетки. В основном для работы нам нужна бумага полутора, двух, трехслойная. Это не особо важно. Главное, чтобы бумага была нормально в себя впитывающей материал и не разрушалась, когда она напитана продуктом обезжиривающим, чтобы она не разваливалась попросту в руках у вас. Это означает, что бумага качественная и можно работать. В идеале еще полипропиленовые салфетки, есть нетканные материалы, это уже каждый подбирает под себя, кому что удобно. Ну, нам в принципе удобно работать полипропиленом и иногда нетканкой. Нетканка она не оставляет за собой ворса, ей хорошо растирать составы по элементам, но это уже кому что подходит. По факту полипропилен, бумага, и мы можем выполнить любую операцию. Все остальное тоже по вашему желанию, по вашему удобству. Для работы нам нужно всегда два состава. Это вот та стандартная, которую мы перед камерой все делаем, сольвентная обезжирка, она убирает нефтяные загрязнения, битумы, всякие вот эти составы, которые на кузове и то же самое, они могут быть и тут у нас, что-то где-то размазали, намазали, нанесли. И водно-спиртовой состав, который убирает соль и воды, смываясь детали, которые вот эта обезжирка не смывает. Наши пятна от рук, жировые, это их не убирает, убирает только вот это. То есть они незаменимы друг от друга. Одна не заменяет другой. Каждый выполняет свою функцию. Порядок обезжиривания такой, это после общения с разными технологами разных компаний у меня сложился в голове, как бы со всеми, с кем общался, технологи говорят, да, это более правильно, более логично. Сначала работает сольвентная обезжирка, потом работает водно-спиртовая. Потому что если соль воды, наш какой-то жир телесный, находится под загрязнением тонкой масляной пленкой, которую смоет только этот, мы не сможем убрать загрязнение водно-спиртовой, пока не смоем масляную пленку. То есть сначала это, потом это. То есть вода. Вода последняя. Как работать правильно? У нас несколько деталей. Бампера, два крыла. Еще сейчас капот придет. Сольвентную наносим на деталь. равномерным слоем. То есть у нас все полностью покрыто. Включая, туда тоже попадает в проемы. Не надо пытаться там отдельно влить в проемах, и все остальное. У вас салфетка потом намокнет, и вы будете работать спокойно. Несколько элементов обрабатываем. Бампера, голый пластик, всегда надо подольше влить. Он себя как будто напитывает. Но вам нужно его пропитать, чтобы он наполнился составом. И состав мог поработать. Если будет тоненькое нанесение, состав просто не поработает с элементом. И возможно что-то будет недочищено. Спокойно оставляем это на некоторое время. Пусть работает. С полипропиленом как правильно работать? В идеале. Этот полипропилен надо намочить составом. Чуть-чуть, то есть сделать его влажным. Нетканный материал можно напрямую сразу растирать. Ну, мне в принципе полипропиленом удобно. Не вовремя закончилось, но ладно. Как выглядит обезжиривание правильно? Берем 2-3 салфетки, сложенные в кучку полипропиленом. Полипропиленом начинаем растирать, ну, заодно и собирать весь продукт, который мы нанесли за элемент. В поры полипропилена входит грязь. И она там задерживается, больше не размазываясь по элементу. Но это не значит, что когда салфетка усосанная в хлам, ей стоит дальше по элементу елозить. Перевернули и спокойно-то себе дочистили более-менее чистой стороной. Все, мы собрали основной состав, который был мокрым на элементе. Но это не все. Нам нужно вытереть насухо чистыми салфетками. Если мы насухо не вытерли, это незаконченный процесс обезжиривания, который может как-то кривенько где-то себя проиграть. Где-то будет разводик какой-то смотреться на базе, когда начнем наносить. Или на грунте, мокряке, как сейчас будет. То есть мы салфеткой дотерли. Салфетка, в принципе, можно сказать, осталась почти чистой. Ну вот, почти чистой. Переворачиваем на чистую сторону салфеточку. То же самое возьмем тут. То есть это не значит, что мы один элемент обезжирили и выкинули. Нет, у нас есть чистые стороны салфеток. Мы можем ими дорабатывать. То же самое тут. Собираем по элементу. Всю мокрую жижу. Хотя бампер был чистый. Всю мокрую жижу. Не со всего элемента, а мы сейчас будем половинками работать, чтобы состав сам окончательно не испарялся с пластика. Мы точно так же дотираем на сухую. Важное условие, то, о чем я тебе говорил, руки должны быть идеально чистыми, либо в перчатках. Мне в перчатках обезжиривать, ну, это чуть неудобно. Не повелось как-то у меня. Обезжириваю голыми руками, но я очень хорошо умываю руки перед этим, чтобы они у меня были чистыми. Переворачиваем салфетку. У нас есть еще четыре чистых стороны у салфетки. И продолжаем. Состав должен хотя бы секунд 30-40 побыть на элементе без нашей работы с ним, чтобы он растворил загрязнения, которые на элементе зависли. Иначе смысла нет. Мочить просто салфетку и растирать по элементу обезжиркой тоже есть один из способов таких. Но он считается... Да, блин, я могу схватить. Он считается не таким продуктивным, нежели оставить обезжирку на элементе, чтобы она поработала. Для этой работы нужно подбирать обезжирки, которые испаряются долго. Потому что есть такая обезжирка, что ты начал носить вот там, пока дошел сюда, она там уже высохла. Это не обезжирка для этих целей. То есть то обезжирка под какие-то приклеивания там суперклеем, что-то с двухсторонним скотчем и так далее. Нужно четко... Все, салфетка, вот теперь все. Нужно четко понимать поставленные задачи перед продуктом, где его правильно применять. Не бывает универсального продукта, что он и тут, и там, и везде хорош. Нет. Он хорош в какой-то определенной степени. Вроде бы, по общим принятым меркам, это все. Этого достаточно, чтобы типа красть. Ну, так раньше было принято. По факту это не все. Далеко. По металлу и по пластику. Обдуваем желтым воздухом, высушиваем остатки обезжирки, где мы физически не можем вытереть, где-то в глубине. Тут и на пластике сейчас будет четко видно, как высыхает. Это остатки обезжирки, которые уже невозможно, ну, их дотереть теоретически можно салфеткой, но там уже можно и лозить, и лозить. Обдуваем все. То есть, это уже не мокрый слой, который можно, знаешь, как оставить полосу, вытерать. Обдуваем. Хорошо из всех отверстий. Нельзя приступать к работе с водно-спиртовой обезжиркой, пока мы не испарим полностью. И даже если элементов очень много, ну, допустим, как тут, мы бы пошли все-все-все. Начинаем с пластика и идем металл обезжирьем. Пока круг сделаешь, особенно когда много элементов, они уже сами подсыхают. Остается вот так чуть-чуть сдуть, и все готово. Следующий этап. Опять же, берем полипропилен, складываем его в водно-спиртовая. Промачиваем до такого состояния, что из него можно слегка там что-то выдавить. Не так, что с него течет просто, но слегка можно выдавить состав. Почему не наносим на деталь? Так получается экономнее, и водно-спиртовой обезжирки не нужен, находиться на детали, чтобы поработать с загрязнением. Достаточно просто провести по элементу пропитанной салфеткой, и все, загрязнение быстро растворяется. Помним, что металл уже был чистый, когда мы протирали салфеткой. Ну, я показываю. Крыло небольшое, поэтому можно сразу целиком этот элемент обработать. Если берем какие-то бампера большие, капоты, делите там на 3-4 части, так проще, потому что, в принципе, почти чистый, но есть некоторые загрязнения, но это чистое. Посмотрим еще на бампер. Обычно бывают более грязные. И сразу, не ожидая ничего, вытираем насухо. То есть смысл тот же, дотереть насухо, чтобы нигде не высох развод от той салфетки, которая была пропитан в состав, чтобы в толщине пленка эта не высохла. Иначе она опять же будет смотреться какой-то полосой, контуром, хотя, казалось бы, откуда контур может взяться на голову в металле, от водно-спиртовой бюджет, которую вы не дотерли насухо. Все, элемент сухой, красивый. Ну, можно сказать, это чистая салфетка. Бывает иногда погрязнее. Берем чистую сторону, идем на пластик. Делаем то же самое, только тут уже будем делить его на три части. Иначе мы просто не успеем его растереть насухо. Заполняем составом голый пластик. О, тут видно еще чуть-чуть некоторые загрязнения, которые забирает салфетка. Это то, что не смыла водно-спиртовая, ой, сальвентная, извиняюсь, обезжирка. Вытираем до чистого, черного, красивого, гладкого пластика. Меняем бумажную салфетку и продолжаем дальше. Сложности в правильной обезжирке никакой. Да, это занимает немного время, но потратив, ну, пусть на вот это вот обезжиривание 10 минут, мы 100% уверены, что уже никаких загрязнений физических там не осталось. Теперь все какие-то кратерочки непонятные, еще что-то. Это грязный воздух в шланге, который идет, это грязный воздух в помещении, либо же грязь в самом материале. То есть на элементе уже не останется ничего. Вроде все. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, в комментариях. Всем пока.